Привет, друзья, товарищи, комрады! С вами товарищ Сафронов и чем-то я таким шуршу. Да, вы догадались, наверное, некоторые из вас. Фикс прайс! Кстати, вы налайкали. Вы, вы, вы как-то очень быстро подхватили прошлый выпуск, поставили тысячи лайков. Мне даже пришлось искать где-то 500 рублей. Ну, ладно, ради вас нашел. И пошел опять в фикс прайс. Закупился там и сегодня будет выпуск в похожем формате. Выпуск, в котором я пытаюсь найти годноту или что-то нормальное среди вот этого всего-всего в фикс прайсе. И посоветовать вам. Или наоборот сказать, вот это не надо брать. Начнем, как мне показалось, с интересной штучки. Это фокус из фикс прайса. У меня уже были фокусы, по-моему, какой-то новогодний был выпуск. И давно я не смотрел. 25 рублей стоит этот фокус. Тут надо волшебный лоскутик как-то что-то с ним сделать, изучать. Написано, что это легко и просто, но как захватывающе сможет даже ребенок. Ну, если ребенок сможет, не факт, что я еще смогу. Но попробую. Пойдем. Итак, фокус из коллекции фокусов. Какой-то носовой платочек и спичка здесь, по-моему, должен быть в комплекте. Но не знаю. В прошлый раз были фокусы такие неплохие. Даже многие до сих пор смотрят. Я вижу это, оставляют комментарии, подгадывают это. Тут я, наверное, сразу отгадку. Хотя, хотя нет, давайте так, я сейчас здесь покажу фокус. Отгадайте его. И если кто-то отгадает, тот будет молодец. А если не отгадаете, то узнаете в следующем выпуске. Закупки контрольные. Что же это был за фокус такой? Ой. В комплекте действительно платочек в клеточку. Шотландский. И спички. Это даже не спички. Нарисовано, что это спички. А это нельзя даже ничего поджечь имя. И инструкция к фокусу. Итак, фокус. Берем целую спичку. Берем лоскуток. Никаких склеек, ничего. Постараюсь, чтобы не было. Вот так. Не свалить этот фокус. Так. Кладем сюда спичку. Соворачиваем. Теперь сворачиваем. 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 Свернули. Свернули нашу спичку. Сворачиваем. И вот она. Вот эта спичка. Вы должны сейчас услышать хруст этой спички. Это очень важно. Я ее сейчас сломаю прямо у вас на глазах. И. О. Можно еще раз. О. Я ее сломал. Разломал спичку. Теперь. Ахалай-махалай. Спичка. Оживай. И. Опа. Абсолютно целая. Чистая. Ничем не тронутая. Спичка. Друзья мои. Ну. Кто отгадает этот фокус. Пишите в комментариях. Если только, конечно, у вас нет такого же набора. Я думаю, что 100% найдется ответ в комментариях. Но в следующем выпуске я все равно расскажу, как этот фокус был устроен. Там сейчас какое-то странное ценообразование в фикс-прайсе. В магазине все по одной цене. Что-то стоит 50, что-то 55, что-то 99. Эта машинка стоит 55 рублей. И она мне показалась интересной. Ретро-автомобиль. Я вообще хотел взять его для сына, но потом некоторые косячки в ней увидел. И ребенку не советую. Но, в принципе, сейчас рассмотрим. Есть тут некоторые положительные моменты. Просто эта ретро-тачка, несмотря на то, что дешевенькая такая сделанная, внешним видом меня привлекла такая крутецкая. И приз это автомобиль за 55 рублей. Это довольно классный автомобиль. Мне просто дизайн очень понравился. Я подумал, его даже можно в черный цвет как-нибудь перекрасить. И он будет выглядеть круто. А так вот у него вот эти серебряные штучки. Очень много бракованных там было. Поэтому смотрите внимательно. Были у которых там где-то клей здесь. Отваливалась вот эта часть. Он сам по себе не очень прочный. Потому что вот здесь мы нажимаем и... О, уже что-то, видите, случается. Вот здесь отцепилось у нас. В общем, для ребенка такое не подойдет. Он ее быстро сломает и может, я думаю, что повредить. Я видел, у машинки со сломанной крышей. Внутри вот это не всегда было. Там наклейки были как-то криво наклеены. Но эта машинка даже инерционная. О, видите, колеса крутятся. Все окей. В общем, машинка из фикс-прайса за 55 рублей. Просто внешний вид кому понравился. Можно зачем-то кому-то для чего-то, ну не совсем маленьким детям, которые ее так быстро не сломают, прикупить. Подумайте над этим, если оно вам нужно. Но для совсем маленького ребенка нельзя, прям нельзя. Как говорится, куй, машинки не отходя от кассы фикс-прайса. Или как-то по-другому. Но я в итоге взял еще одну машинку, как из прошлого выпуска. И это машинка коллекционная за тоже 50 рублей. В этот раз, наверное, это самая лучшая машинка, которую я видел. По крайней мере, вот в коробочке она выглядит круче, в тех остальных. Если как бы она вам понравится, сможете ее уж конкретно искать. Ну, по просьбам желающих, как говорится, да. Еще одна машинка из коллекции фикс-прайса. Мне она показалась невероятно крутой. Так, достаем ее, смотрим. И вау, она действительно крута. Детализация все так же немного хромает, но эта машинка выполнена очень классно. Вы посмотрите, какой джипарь. Во-первых, у него совершенно другие колеса. Здесь уже вот прям диски другие, колеса больше. Детализация тоже хорошая. Сверху еще можно что-то положить. Вот другие машинки из этой же серии. Особенно будет ярко сравнить вот с этой машинкой, которая, ну, очень плоха по детализации. Здесь, посмотрите, и бампер какой, и... Ну, в общем, здорово, чего говорить-то. Жалко, что здесь нет никакой дырочки. Можно было прицеп прицепить давать, а можно как-то присверлить или что-то проковырять ее здесь. В общем, вот эта машина прям отличная. Power написано в черном цвете. Я считаю, что это лучшая тачка. Ну, еще вот эта мне нравится. Но вот я считаю, что это лучшая тачка за 50 рублей с фикс-прайса. Можете ее там искать. Ну, тут там нужно покопаться. Я ее случайно нашел, других не видел. А это уже по моей собственной инициативе. Помните пушечку? Вот в прошлом выпуске показывал. Такая пушечка. Сборная модель от технолога. Технолог фикс-прайса. Зачет, кто знает. Тот поймет. Ребята, кто в теме, ставьте лайк. И эта пушка сборная была. Но я хотел взять другую. Вот эту пушку. Вот эта пушка, она такая крутая. Она круто выглядит. Это какая-то, знаете, стимпанк или что-то вроде того. Можно играть в варгейме всякие крутые. Хотя это можно. Ну, это мне так понравилось. Я ее изначально хотел взять, но перепутал случайно. Поэтому вот показываю, как и обещал в прошлом выпуске, что я возьму ее. Итак, пушка, 17 деталей, 10 снарядов. Все, как и в прошлый раз. Солдатиков здесь в комплекте не будет. Только пушка, солдатиков ее покупать отдельно. Можно из разных вселенных. Открываем ее, смотрим, внутри будет литник одноцветный и сборная пушка. Там у нас была вот такая коричневая. Это зеленая. Что здорово. Цвета разные. Ой, зеленый. Мне нравится этот цвет. И инструкция по сборке. Сейчас я вам соберу. Собирается она так же. То есть, мы отделяем это все, все эти детали. Можно вручную, но лучше с помощью каких-нибудь инструментов специальных. И собирается без клея. Обращаю вам внимание, чтобы не спешили выкидывать литник, вот эту основу. Потому что здесь спрятанные снаряды. Они в прошлый раз шли отдельно. А здесь, посмотрите, они вот прямо вот здесь, вот в кромку. Их нужно отсюда аккуратненько, аккуратненько доставать. Или вот так аккуратненько выламывать. Также не забудьте вот про эту деталь. Это тоже важный элемент конструкции. Нужно будет на нее пружинку крепить. Здесь довольно жесткий пластик. Поэтому от меня вам добрый совет. Только-только с помощью ножниц или чего-нибудь такого кусачек маленьких отделяйте. Эти детали можно сломать. Ух-ух-ух-ух-ух-ух-ух. Не ошибался я в этой пушке. И она и по виду, и по функционалу просто бесподобная. Вы гляните. Вы только взгляните. Дизайн. Какая детализация. Сколько элементов. Сколько мелочей. Сколько всяких шестереночек, винтиков, заклепочек. Все это здесь есть. Аплой-то убирается вот такие. Заусенчики специально у сборных моделей убираются всякими инструментами. Ну, посмотрите, она проработана вообще практически со всех сторон. Она еще и функциональная. Она еще и стреляет. У нее, она ездит отлично. У нее колеса все крутятся. Ну, вот это вот я пережал немного. А так она, вот, колеса крутятся, в принципе. Задние, передние, все. И здесь еще есть регулировка угла наклона. Мы крутим реально вот эту шестеренку. Вы видите, это вращается. И мы наклоняем нужный наклон. Выбираем у пушки. Заряжаем обычный снаряд вот сюда. Да, и нажимаем здесь на кнопочку, и она стреляет очень мощно. Возьмем какого-нибудь противника. Зарядим снаряд и выберем угол наклона. И выстрел. Да, сбили с ног с легкостью. Но это еще не все, потому что здесь есть вот такой огромный снаряд. Он сборный. Видите, вторая часть от него. Вот, вставляем сюда. Заряжаем в эту пушку ровно так же. До щелчка только нужно зарядить. Оп-оп. И здесь зарядили. Вот она выглядит так заряжена. И ждем армию или какого-нибудь босса. Допустим, у нас есть целый отряд каких-нибудь чуваков. Вот таких вот. И мы выбираем угол наклона. И... Да, двух как минимум сняли. И третий вот объем. Вот такие две пушки сейчас фикс-прайс от технологов. По 50 рублей. Сборные. Можно раскрашивать, детализировать. Здесь даже какие-то руны нарисованы. Вау. И для разных игровых ситуаций. Ну, можно и встретиться в каком-нибудь фэнтезийном мире. Сегодня какой-то день по заявкам. Но. Пати у вас в пакете. Не то, о чем вы подумали. Не знаю, о чем ли вы подумали вообще. Но это... Дело в том, что набор для вечеринки. Светящиеся палочки. Ну, не просто. Которые можно еще... Из которых можно сделать световой меч и самолетик. Во. Как я подумал, что это интересная штука может быть. Но не факт. Поэтому решил взять, распаковать, показать вам, что же скрыто в этом пакете. Пойдем посмотрим. Вечеринка. Вечеринка. Внутри написано желтый цвет. Ну, наверное, светящийся желтый цвет. Там много разных палочек. Наверное, нужно еще смотреть, какой, наверное, цвет. Я случайно взял желтый. Не обратил на это внимания. Четыре аксессуара в комплекте. Есть и просто палочки там, кстати, продаются. Вот. Внутри. Ага. Палочки. И... Всяких кучи аксессуаров. Забавно. Открываем вот этот контейнер. Тут хранятся три палочки маленькие. Чтобы они засветились, их нужно будет переломить. И мы сейчас... Оп. Оп. Это и сделаем. Переломим. Я свет выключу, и они покажу, как светятся. Потому что пока не видно. Только в темноте будет это видно нормально. Или хотя бы тусклое освещение должно быть. Маленькая палочка. Тоже здесь тут же самое все это ломаем. А. Вот для чего. Самолетик сюда вставляется. Да? Я так правильно понял? Да. Видимо, вот самолетик. Пока не светится ничего. И просто гигантская палочка. Мы ее тоже всю переламываем. Главное переборщить. И... Тоже маленьким детям не давайте. Потому что эта штука горькая такая. Вообще ужас. Как-то кошка меня сгрызла. И потом мы ее даже хотели в полицию везти. Поэтому рекомендую вам беречь домашних животных и домашних детей. Еще здесь есть вот такие штуки. Это можно сделать очки. И такой соединитель. Соединитель мы используем для браслета. Ох, это на детскую руку. Вот такой браслет. Очки делаются вот так. Вот это из одной половинки. Раз. И из другой половинки. Два. Идушки вот сюда цепляются. Очки готовы. Ну, типа очки. Как я не сгибал эту палочку. Как не пытался потрясти. Это конкретно не работает. Понятное дело, что у кого-то они могут нормально работать. Но это не работает. В общем, дедайский меч будет просто желтый. Непонятной палкой. Вырубаю свет. Раз. Два. О. Видите, очки светятся. Браслетик светится. Самолетик очень плохо светится. Джедайский меч вообще не светится. Здесь работают только очки и браслет. Но это будет выглядеть смешно. Решайте сами. Стоит вам рисковать или нет. Хотя 50 рублей не очень большой риск. Но все же можно просто расстроиться немного. Или хотя бы взять как минимум две. А вдруг две будут нерабочие. Не знаю. Но вот такой эксперимент для вас я провел. А вы уже сами определяетесь. Надеюсь, помог. Еще одна интересная штука. Это совсем не игрушка. Но я знаю, что меня смотрят не только дети, но и много взрослых. И даже гики смотрят. И я сам слегка такой с налетом гиковости чувачок. Ну вот. Нашел я реально первую в мире в истории Фикс Прайса гик-штуку. О. Это такой контейнер с изображением поп-арта по Звездным войнам. Это реально такой контейнер. Не знаю, что сюда складывать. Печеньки, чтобы на темную сторону перейти. Вы знаете, как у Дарта Вейдера. И все что угодно можно сложить сюда. Не знаю, какие канцелярки, какие-то вкусняшки, игрушки, лего детали. Но она оформлена довольно классно. Она в черном цвете. И тут рисунки поп-арта из Звездных войн. Я сейчас близко вам покажу уже на столе. Там посмотрим. И чтобы вы рассмотрели. Ну, по мне так это подойдет для всяких гиков и людей, увлекающихся Звездными войнами. За 50 рублей, по-моему, норм. Вполне. Итак, контейнер со Звездными войнами. Внутри ничего особенного нет. Снизу тоже. Бокам вот такие ручечки. И главная красота вот здесь. Посмотрите, как все оформлено. Это не наклейка. Это прям печать. То есть не сотрется у вас быстро, не отклеится ничего. Можно это мыть. Вот прям в таком виде. Какая красота. Какие классные арты. Дарт Вейдер, джедаи, Звездные войны. Понятно, что тут наборы, не понятно, каких-то изображений. Нерегламентированное, я думаю, здесь изображено. Это все, никаких авторских прав. Но выглядит зачетно. Особенно в черном цвете. Потому что там был Дарт Вейдер черный. Такие всякие классные рисуночки. Классно. Мне понравилась эта штука. Я ее взял и решил вам рассказать, что я ее себе взял. Может, кому-то тоже пригодится. Такой совет. Пылесосик. И еще мне показалась одна интересная штука. Набор наклеек. 8 листов наклеек. Сколько их здесь? Они сами не знают. Они просто сказали 8 листов наклеек. В этом случае драконы. Тут очень много классных наклеек. Есть еще там хобби. Есть еще, по-моему, динозавры. Есть какие-то машинки. В общем, такие вот наборы с наклейками 50 рублей. Я считаю, тут очень много наклеек. Много годных. Реально, которых можно куда-то наклеить. Что-нибудь оформить. Да и есть профессии для детей. Там, ну, какие-то такие игровые, типа, развлекательные штуки куда-нибудь клеить. Это, в общем, мне показалось, что набор наклеек за 50 рублей. 8 листов. Сейчас посмотрим, какие это наклейки. И если вас интересует, можно там вот это тоже посмотреть. Наклеечки. Наклеечки. 8 листов. Первый лист. Это такие черно-белые. Практически ручка нарисована на наклейки. Следующий лист. Мы здесь делим все вперемешку. Замок. Добрый молодец на коне. Это вроде не дракон. Рыцарь против дракона. Но они сражаются. Какой-то топор. Вот этот крутой рыцарь. Дракон. Трехголовый дракон. Дальше. Замок. Опять рыцарь. Драконы. Милый дракон. Замок. Смешной дракон. Следующий. Оу. Здесь вообще какой-то летающий замок. И до него пытаются дотянуться. Рыцарь такой. Эй, ты куда полетел? И такой дракон. Еще какая-то вырезка просто из фотографии. Далее. Из книжек. Вот это тоже крутой. И замок прикольный. И вот из русских народных сказок. Далее. Это рыцарь. Толстый дракон, которого обнимает рыцаря. Допустим. Еще смешной дракон. И два дракончика. Три дракончика внизу. Здесь драконы. Ага. Вот это странно. И вообще к драконам относится. Он просто замок. Ангел какой-то. Как вы это? Перепутали что-то? Ангел не совсем дракон. Хотя изображение отличное. И следующая страничка. Это... Тут тоже и замки, и топоры, драконы, рыцари. Все. Будете знать, друзья мои, нужны вам такие наклейки или нет. Осталось выяснить, хорошо ли они клеятся. Попробуем. Страницы вырываются. Удобно. И дракона. Берем вот этого, например, дракончика. Для проверки наклеим сюда. Вот так сейчас, чтобы его склеить. Держится нормально. По крайней мере, сейчас ничего не отлипает. А склеивается и склеивается нормально. Но это с этой поверхности. Я думаю, на другие поверхности тоже будет нормально наклеиваться. На машину я еще хотел попробовать наклеить куда-нибудь. Нормально держится. Один раз приклеить либо на бумагу, либо на пластик. И будет, я думаю, держаться. Ну, а сейчас у меня закончились игрушки, всякие штучки. И начался обзор еды. Да ладно. Ну, вы же поставили лайк, как я сказал, что будет такой же выпуск, как прошлый. Я не могу разочаровывать эти 2000, 2800, даже почти 3000 человек, которые захотели, чтобы опять был такой обзор. Поэтому, вот. Слышь, чувак, лайк есть? А? А если найду? Оп. Дело в том, что я нашел семки для самых позитивных и пацифистических гопников на свете. Нет, потому что они цветные. Это разноцветные очищенные семечки. Просто для гопников, которые любят My Little Pony, по всей видимости, я первый раз такое вижу. Цветные семечки. Вкусняшки-семечки в цветной глазури. Не знаю, насколько это вкусно, но это очень странно, трешово-забавно и психотелично немного. Я подумал, и если это вкусно, то можно посоветовать, в принципе. Итак, семечки. Они за 50 рублей. Здесь большая упаковка. Сколько здесь вес? 200 грамм очищенных семечек за 50 рублей. И плюс цветных. Ну, конечно, за цену взяли. Хотя 50 рублей не такая уж и большая цена для очищенных семечек. Вопрос, чтобы они были вкусные. И вопрос, чтобы они открывались. У меня сейчас не получается. Тут даже есть клапан такой, чтобы закрыть их потом. Вот внутри выглядят семечки. О, насыпали. Видите, они как камни какие-то. На ощупь тоже. А вкус? Это сладкие семечки в какой-то глазури. Очень странное впечатление. Словно ешь драже. Какие-то сладкие, но со вкусом подсолнечных семечек. Ну, так оно и есть. Еще подсыплю немного, чтобы вы видели. Они абсолютно разные есть. Страшные. Ну, черных каких-то плохих. Таких уж прям, очевидно, нету. Это очень сладко, друзья мои. Очень, очень сладкие семечки. Можно погрызть ради прикола. Попробовать такой вкус, вам нравится или нет. Можно друзей удивить, угостить. Можно чем-то, что-то украсить этими семечками. Какой-нибудь пирог, там, торт. Ну, как украшать пирог семечками. Хотя это как выглядят конфетки. Но, опять же, удивятся люди. Вот такие сладкие, присладкие, очень присладкие семечки. Хотя я съем еще это же семечки. Так, напитком сегодняшнего вечера будет черри... Черри чего? Чик. Черри Чик. Мне сказали, что это типа аналог Доктора Пеппера. За 25 рублей. Я бы думал, что 25 рублей, ммм, Доктор Пеппер, неплохо, неплохо. Ну, он обычно стоит 50, 60, где-то 100 рублей. Тут за 25 рублей. Если это окажется похоже, то можно сказать, что окей, хотите фикс прайс. А если окажется нет, то можно сказать, что за черри Чик. Накопим на Доктор Пеппер. А лучше чаек с лимончиком попьем. С лишним вареньем, например. Ммм, черри... Чик, зачем они так сделали, чтобы мы вот так вот читали, и у нас все это взболталось. Вот так вот, и потом все это газировалось. Непонятная штука с 1956 года. Это черри Чик. Я ничего не знал о нем. Почему? Фикс прайс помогает нам образовываться в этом плане. Типа вы пьете какой-то Доктор Пеппер, да черри Чик, с 1956 года. Ну, хоть безалкогольный, надеюсь. Ого, написано в банке 142 килокалории. От суточной нормы 5,7% всего. Типа он еще и полудиетический. Вначале попробовать надо же. Ни разу не Доктор Пеппер, но похож. Это похоже на Доктор Пеппер, только явно слаще и менее газировано. Делают его, кстати, у нас какой-то Лакинский пивзавод. Ну, просто газированные напитки часто делают у нас, в том числе и пиво. И это тоже делают у нас. Хотя кукколы разливают тоже у нас и так далее. Ну, не знаю, не знаю насчет как бы безопасности всего этого. Экстракт стевии. Ароматизаторы натуральные. Т-т-т-т-т-т. Краситель. Кумарин. Софрол. Софрол! Ха-ха-ха! Здесь есть софрол. Изо-софрол. Кофеин. Краситель. Ну, в общем, потравиться есть чем, как, собственно, в любом таком подобном напитке. Пожалуй, в любой марке. Но я просто рассказал, как он на вкус. Ну, если насчет там семечек и черри-чик я был не уверен, то здесь я практически на 100% уверен, что это вкуснота. Это печеньки с шоколадом и арахисом. Кукис, так и называется. Кукис Берген. Берген Кукис. Я, по-моему, когда-то даже пробовал, но я не уверен на 100%, но на 99%, что это должны быть вкусные печеньки. И сейчас мы в этом с вами убедимся. Если это так, то тоже, опять же скажу, вкуснота. Берите, ребята. Печеньки. Кукис. Тут особо про упаковку не буду. Что говорить, единственное, что она выглядит не как из фикс-прайса. Как будто такие дорогие печенья, прям дорогущие. Может, даже в подарок кому-то нести, кто не ходит в фикс-прайс и не заметит их там. Открываем, смотрим, что внутри. И... О, внутри печенья. Отличаются, конечно, внешний вид, но мне этот нравится чуть ли даже не больше. Шесть печенек здесь. Вот таких огромных печенек, прям с огромными кусками арахиса и сверху политые шоколадом. Похоже или нет, давайте решайте сами. Мне кажется, что здесь просто такие орехи целые, а здесь более порезанные. И шоколада здесь побольше, и здесь поменьше. А в целом напоминает то, что на картинке. А также, смотрите, кусочки шоколада вот здесь, прям в печенье внутри. То есть шоколад не только полили сверху, но еще и замешали в тесто. Так, экспертное мнение насчет печенек. Простите, не могу остановиться, сейчас еще одну съем. Вот и поужинал сегодня товарищ Сафронов. Таня, можешь не готовить ужин? Я в выпуске еды наелся. Вот это прям действительно очень-очень вкусно. Я их пробовал, вспомнил. И они действительно, как и тогда, огонь. Классные печеньки. За 50 рублей отличные. По составу я не уверен, что вам здесь нужно. Все, здесь чего только тоже нету. Мука, арахис, а дальше пошли. Маргарин, кислота, какая-то лимонная кислота, ароматизатор, эмульгатор, рецитин, какао-масло, эмульгатор. Опять это, да? Карбонат натрия, разрыхлитель, каротин. И, в общем, безумно, что не содержит ГМО. О, из-за этого должны им купить, наверное, мы. Нет. Ну, я просто рассказал, что они очень вкусные. Они очень вкусные. И я сегодня чурек с ними пойду-ка попью. Горяченькие с такими печеньками. Ммм, красота. Ну, а на этом все, друзья. Надеюсь, вам понравился ролик. Вы прям поддержали его большими пальцами вверх и репостами ВКонтакте. За что вам спасибо душевное и человеческое. И, да, простите, все те, кому не понравилось, кто пришел смотреть сюда игрушки или что-то типа того. Но я же не могу угодить прям всем. Ну, а самому надо как-то иногда развлекаться. Видите, меня это достаточно веселит. Поэтому, ну, иногда бывает такое вот хулиганство. Так что игрушки обязательно будут. И все ваши любимые выпуски, которыми там лего, вредные игрушки, что-то захотите. Ну, иногда будет такое. Надеюсь на вашу поддержку и понимание. Всем спасибо. Друзья, товарищи-комрады, пока-пока. Хороших вам игрушек. Отличных вам вкусняшек. С вами был товарищ Сафронов. Пока-пока. Всем удачи. Субтитры подогнал «Симон»! Субтитры подогнал «Симон»